Всё теперь модно скрещивать, спаривать, сращивать! Особенно вещи несоединимые. А как всё смешалось в Петербурге! Некто, называющий себя профессором господин Лебединский... Я себе присвоил это звание и этим горжусь. Вместе с техно-дуэтом. Привет, мы групп Русский Размер. Вот уже месяц не дают спать всем лодочникам Невы и Финского залива, угрожая расправой. Никогда я схватил мужика за грузки и закричал. Я убью тебя, лодочник! Самое интересное, что не спят так же поклонники ни в чём не повинной Ангелики Варум. Я прошу по улице, по днау, между нами слов несказанных стенах. И это только начало. Мы познакомились элементарно. Мы работали в юбилейном на каком-то концерте и стали пить вместе коньяк. Мы были в одной брюмерке. Встречаются люди, они разговаривают о чём-то, выпивают водки и рождаются общие планы. А не занесёт ли размерщиков в лотную песню? Техно – это наша жизнь. Ну, то есть мы придерживались того направления, которое мы взяли давно. И я думаю, что ни в какую сторону нас не занесёт. Навстречу звёздам я несу тебя. Пока не просто, пока горит звезда. Интересно, как соотносится русский размер с лебединским размером? Есть небольшие, как бы, разногласия, скажем, творческие, опять же, но они, как бы, решаются. Наше совместное творчество происходит просто так. Нам это понравилось. А теперь дела сердечные. Появление песни «Ля-ля-фа» не случайно. Дай мне микрофон. Спасибо тебе, Дима, за то, что ты дал мне ответить на этот вопрос. Я просто догадался. Ты догадался? Песня была записана, потому что я проникнут глубокой любовью и уважением к этой певице и к тому, что она делает. Я просто её люблю. И в бульварах мокрые зонты, Над рекой мокрые темноты, А гамёта живы в темноты. Такси. Знаю, что ещё ты не придёшь, А любовь уходит, не вернёт. Я не плачу, это только дождь. Прости. Я думаю, что она пока ещё сама не слышала. Я даже не могу предугадать реакцию, которая будет. Но это неважно. Дело сделано. Уже полки назад мы отводить не будем. Автора текста, песни, ребята поправили ровно на один том. «Ля-ля-фа», «Си-си-соль», на что Герман Витки не обиделся. А Герман Витки слышал уже эту песню? Она, ну, он нормально реагировал. Он такой вообще человек, нормально, он сказал. Нормально. Всё, хорошо. Ну, музыку убираем мы следующим образом. Мы рисуем на таком большом барабане название песен, пишем, а потом тыкаем в него пальцем. И в какую песню попадаем, то и делаем обычно. Интересно, сколько продержатся хиты этих беспредельщиков? Но эта музыка будет вечной, если заменить батарейки, это же известно.